Безопасность критична. Об этой теме говорят в последнее время много и с чувством. Дискуссии ветвятся и в соцсетях, и плыхают на отраслевых конференциях. Вот и здесь, на Уральском форуме, эту тему не оставили без своего внимания. К идее оградить важные для жизни страны организации от киберугроз претензий нет. Однако закон ОКИ находится на заре своего развития, а потому имеет некоторые шероховатости, которые, мягко говоря, смущают специалистов. Так же мало есть разных нормативов, которые банкам нужно выполнять по информационной безопасности, и закон ОКИ, собственно, прибавит. Инцидент, в результате которого, например, увели значительную сумму из банков, за нее отвечать будет тот самый зампредправление. Это изменит отношение к проблеме. Мне кажется, боль только одна – в неотвратимости того, что все необходимо делать. Много нерешенных вопросов с точки зрения реализации, и все будет зависеть от того, как это будет решено. Как законодательство о критической инфраструктуре отразится на отрасли, что это значит для клиентов и самих банков, об этом мы узнаем на Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы». У безопасников смешанные чувства, потому что, с одной стороны, они понимают, что объем работы, который придется выполнять, он возрастает в разы. С другой стороны, многие радуются, потому что сейчас не перегружены бумажками, занимаются только комплайенсом, занимаются написанием бумаг, понимая, что им нужно заниматься практической работой, на которой им никто не дает денег и ресурсов. И у них появляется, наконец, возможность заняться своими прямыми обязанностями защиты информационной системы. Те, кто озадачивался, те, кто понимал, что так или иначе требования нужно будет выполнять, и та часть работы, которая, даже то, что 31 приказ, например, носил рекомендательный характер, но многие промышленные компании начинали выполнять его требования, это уже стало заделом, и им нужно просто продолжить эту работу. Банки отчасти ждут, что скажет, в том числе, их основной регулятор ЦБ, и ожидают, что, может быть, где-то он их в каких-то вопросах прикроет. Для организации это, конечно же, нагрузка дополнительная, потому что потребуется реализовать определенные меры защиты, потребуется обеспечить обмен информацией и взаимодействие, соответственно, с регулятором, и потом все это дело поддерживать, смотреть, чтобы это не деградировало, контролировать комплайенс. В общем, это большой объем работы, который, опять же, ляжет на плечи и без того загруженных служб информационной безопасности. Финансовые организации, в принципе, у нас всегда были одними из самозарегулированных, и если ЦБ возьмет на себя часть функций как такого отраслевого регулятора, то для них мало что изменится. Они как отчитывались в Финсер, так и отчитываются. Острую боль от нового закона гарантированно испытают те финансовые организации, которые развлекались бумажной безопасностью вместо практической реализации. Им предстоит с нуля выстроить действующую систему защиты от киберугроз. В общем-то, сделать то, что многие банки уже сделали, не в последнюю очередь, благодаря не только требованиям Банка России, но и его содействию. Финансисты в этом плане вообще в прелегированных отношениях. Если посмотреть на требования новой нормативки, силы есть, средства фактически все известны, знакомы. Если только говорить, может быть, о каких-нибудь микрофинансовых организациях, где должные силы не выделялись на защиту информации, а для крупных банков проблем, я думаю, что не будет. Она будет у тех, кто до сих пор игнорировал вопросы безопасности. То есть довольно часто, когда безопасник приходит к запрету правления и говорит, нужны деньги на то, чтобы защищаться от хакеров, запрет ему говорит, что мы лучше новый продукт выпустим, у нас нет таких денег. И у организаций, у которых было такое отношение к безопасности, у них проблема будет. Грубо говоря, за год нужно будет очень сильно вложиться в защиту. В чем повезло банковскому сообществу? В том, что Центральный банк сильно опережает остальные ведомства. Многое из того, что сейчас включается в нормативку по критической инфраструктуре, и со стороны ФСТЭК, и со стороны ФСБ. Многое из этого уже описано в рекомендациях по стандартам Банка России. Существенное бремя почувствуют только те финансовые организации, которые попадут под значимые объекты критической информационной инфраструктуры. Для обычных финансовых организаций я пока не вижу, чтобы что-то такое дамоклым мечом висело. Узким местом в законе может стать попадение части банковских данных под густайну. Для финансовых организаций это будет абсолютно новым опытом. Потенциально достаточно серьезная норма, особенно если учесть, что закон сам по себе может применяться достаточно широко. Явно целью государства не было заставить все организации, вплоть до микрофинансовых компаний, что сейчас звучало на секции, чтобы они были включены в этот процесс, потому что явно они не относятся к тем элементам, на которые в первую очередь нужно обращать внимание. Поэтому, возможно, еще и область применения закона нуждается либо в корректировке, либо как минимум в уточнении. Для финансовых организаций как раз ни у кого, я думаю, нет ни РСО, ни первого отдела. Это, соответственно, для них будет неприятным, я думаю, временем. Но, опять-таки, будет зависеть от того, как это будет решено. Вопрос с гостайной – это, безусловно, грандиозный, но все-таки нюанс данного закона. Сейчас интереснее то, насколько мы, то есть отрасль, вообще готовы к реализации требований 187-го ФЗ. Очень хочется отделаться от ассоциации с растянувшейся на десятилетии эпопеей о персональных данных. Несколько лет это на выпиливание, допиливание, обработку напильником – это у нас никуда от этого не деться. Будет все. Будут и формальности, и отписки, и реальные попытки что-то сделать, и недопонимание, и уточнение, и корректировки. И где-то там в перспективе а-ля пяти лет можно будет выйти на какое-то более-менее продуктивное применение закона и его реализацию. Я бы не сказал, что совсем никто ничему не научился. Разговоров про то, что бизнес нас не понимает, мы не можем обосновать отделенные бюджеты стало меньше. Радикально изменилось осознание и у защищающейся стороны, и у компаний, которые предлагают продукты и услуги. Реально возникла ситуация, когда маленький банк может обратиться в Федеральную службу безопасности «Парни, помогите расследовать инцидент», и им помогут. Вот такой механизм частного государственного партнерства, он создается, и он должен заработать. Закон о КИИ для ЕБшников — это, скорее, хорошие новости. И вот почему. Объем работы для них, конечно, увеличится. Но мы помним, что безопасникам далеко не всегда удается вести успешные диалоги с руководством банка на языке бизнеса. Зато теперь выбить бюджеты на средства защиты поможет красочный и более понятный язык уголовного кодекса. Что касается клиентов, повышение безопасности они, может, и не увидят. Но, скорее всего, почувствуют по возросшим ценам на банковские услуги. Ну и в завершении. Понятно, что закон о критической инфраструктуре в полную силу заработает не завтра, не через год и не два. Но именно сейчас формируются основные его механизмы. Значит, самое время донести свои светлые мысли и включиться в обсуждение и доработки этого колоссально важного закона. С вами был БИС-ТВ, Тамара Чечеткина. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин